Добрый день! В предыдущем видеоролике мы с вами рассмотрели фазы от выхода в трубку до появления флагового листа в разрезе агрономии в цифрах. И логично, что этот ролик будет посвящен фазам следующим далее, то есть калашению и цветению. Фаза калашения длится в среднем 5-7 дней. В этот период у растений заканчивается период формирования соцветий цветков. Корни растут со скоростью 1,1-1,4 сантиметра в сутки. К концу данной фазы уже сформировано 70-90% от общей массы корневой системы. Она проникает вглубь почвы на 1,5-2 метра. Оптимальным фазу калашения считается содержание азота в растениях на уровне 4,5-5% на абсолютно сухое вещество, а также следующие условия окружающей среды. Температура воздуха не ниже 18-20 градусов Цельсия, а также содержание влаги не менее 110-125 мм в метровом слое почвы. Основным абиотическим фактором, снижающим урожайность в эту фазу, является дефицит влаги, приводящий к потерям до 10-20%. Заморозки в фазах калашения цветения также способны привести к значительному снижению урожайности, вызывая стерильность цветков, побеление колосьев, повреждение стеблей и листьев. Степень повреждения растений зависит не только от значения отрицательной температуры, но и от ее продолжительности. Также к значительным потерям могут привести и биотические факторы. Так, например, 15-20 трипсов на 1 колос снижают урожайность до 10%, а при развитии листовых пятнистостей выше 20% урожайность снижается на 15-20. Фаза цветения, наступающая через 2-3 дня после калашения, длится в среднем 6-7 дней. Она является критически важной, так как в этот момент происходит опыление завязей и определяется окончательное количество зерен в колосе. С этого момента начинается стадия образования зерновки. Она продолжается до тех пор, пока зерновка не достигнет своей окончательной формы, после чего начинается стадия созревания. Один цветок цветет 30-60 минут, а колос в среднем 3-5 дней. Однако в жаркую и сухую погоду, когда температура воздуха выше 27 градусов Цельсия, колос может отцветаться за 1-2 дня. Оптимальной же температурой фазы цветения является 25 градусов Цельсия. Недостаток влаги в эту фазу способен снизить урожайность на 30-50%, а высокая температура 32 градуса Цельсия и выше на 20-40. Также фаза цветения является критической для заражения фузариозом колоса. Оптимальные условия для заражения это температура воздуха 20-25 градусов Цельсия, увлажненный период в течение 24-40 часов, а также влажность воздуха 75% и выше. Прямые потери от заболевания могут составлять до 30-40% урожая из-за образования щуплова с рыхлым эндоспермом зерна. Но в большей степени вредоносность связана со снижением пассивных качеств семян и образованием микотоксинов. Наша основная задача в эти фазы сохранить здоровым листовой аппарат для продления периода образования и поступления пластических веществ в зерновку. При достижении вредителями порогов вредоносности защитить колос и будущую зерновку инсектицидами с широким спектром контролируемых видов и более длительным периодом защитного действия. И конечно же, если в вашей зоне существует риск развития фузариоза, очень важно вовремя провести обработку эффективными фунгицидами из классов триазолов и карбоксамидов, так как обработки в последующие фазы развития культуры при проявлении заболеваний в посеве имеют значительно более низкую эффективность. В следующем видеоролике мы с вами поговорим о фазах молочной и восковой спелости. Желаем, чтобы оставшийся период вегетации был благоприятным для ваших посевов и позволил сохранить тот потенциал урожая, который вы уже сформировали. До скорых встреч!